Сегодня распахнула свои двери тюбетейка. Прекрасная восточная тюбетейка, которая приглашает друзей. И, конечно же, придя сюда, мы встретили своих друзей, девочек, которых я очень люблю и с которыми с удовольствием общаюсь на каждом мероприятии. Вера Белентьева, Ольга Постольчук – это люди невероятного умения творчески вдохновлять детей и сделать с детьми невероятные проекты. И мне очень хочется, чтобы сегодняшний их проект «Ангелы среди нас» были вами увидены в особом свете. Посмотреть на это не как на каляки-маляки маленьких детей, а на как свободу самовыражения. Наверное, прежде всего я действительно должна поблагодарить Фатиму, потому что наравне с прекрасными взрослыми выставками она пригласила нас, чтобы мы с Верой провели детский проект «Ангелы среди нас». И мы предложили детям сделать своих кукол, свое видение, представить нам свои работы. И должна вам сказать, на мой взгляд, что, скорее всего, мы покажем вам не столько высокий уровень мастерства, а мы покажем вам высокий уровень творчества. Того творчества, которое, наверное, нам бы всем хотелось иметь, вот такое открытое, легкое. И давайте вот подойдем и посмотрим. Каждая кукла – это не шаблон и не выполнение требований взрослого. Каждая кукла – это своя детская история. И вот действительно, когда вы подойдете и посмотрите, вы увидите, что ангелы для наших детей – это могут быть родители, которые их оберегают, которые их защищают. Ангелом может быть белый кот, который находится рядом, и которому можно подойти и на что-то пожаловаться, и что-то рассказать. Ангелом – это могут быть добрые, придобрые дети, которые ведут себя как ангелы и не дают никого в обиду. Ангелом – это может быть кукла, которую сделала мама, и которую вот дети всей семьи, они как бы привели ее в порядок. И действительно, из обычной куклы – это теперь вот такой маленький домашний ангел. Вер, дурацкий вопрос. Меня всегда интересует, как учитель оценивает работу ребенка творческого плана. Ну вот на уроке труда он делает такое. Вот как оценивать? Когда делают по шаблону все, это понятно. По шаблону ровно вырезал 5, криво вырезал 3. Окей. А когда вот речь идет именно о воспитании творческой свободы, как здесь происходит оценивание? Или все-таки в твоем мире координат – это не самое главное на уроке? Ну, опять, у нас уроки бывают разные, да? У нас есть уроки, на которых мы должны научить определенным навыкам правильно отрезать, правильно сшить, правильно с точки зрения технологии, да? И есть уроки вот такие творческие, где для детей важно работать. Не надо сидеть, не надо в носу ковырять, там за ухом чесать, а нужно работать. И это самое главное. Для нас здесь не важны какие-то вот стандарты, да, что вот там должно быть 10 сантиметров, 10 на 2. Вот. А самое главное, чтобы была работа, чтобы дети работали. Так как я работаю в обычной школе, где много детей в классе, для них такой урок творчества на самом деле не очень обычен, точнее, совсем необычен, потому что на этих уроках я разрешаю делать практически все, в разумных пределах, конечно, не ограничивая детей ничем. Если у них есть, если они принесли старую простыню там или пеленку, вот, кстати, одна из кукол сделана из старой пеленки, которая принес ребенок свою пеленочку, взял и принес, и сделал из этой пеленки своего ангела. То есть, представляете, ребенку сейчас 9 лет, 9 лет эта пеленочка была в семье, и она и останется в этой семье, но уже совершенно в другом виде. В виде ангела, который, представляете, обнимал ребенка в первые дни жизни, и сейчас эта пеленка будет тоже вместе с ним, рядом с ним, но уже немножко в другом виде. И, опять же, на этом же ангеле папин галстук. Представляете, вот мы соединяем в этих куклах, иногда несоединимое, несовместимое на первый взгляд. А если подумать, да, то дети привлекают вот эти вещи, предметы, ткани, энергию, которая с ними была изначально, вот, еще до момента рождения, в момент рождения, первые дни после рождения, да, и вот все соединяют в одной кукле. Есть у нас куклы, которые сделаны с применением, вот, наверное, вообще необычных материалов. Здесь у нас утеплитель льняной с соломой, со всеми делами, но прекрасно вписалась в нашу ангельскую историю, да. Опять дом, если подумать, дом, охрана, ангелы, и все рядом, все вместе. Старые перчатки, рукав от кофты, старые джинсы, все идет в ход абсолютно. Ничего не запрещаем, разрешаем любые практически движения и даем свободу, свободу творчества, свободу самовыражения, а самое главное, возможность выразить любовь к этому миру, любовь к этой земле, и, может быть, ту любовь, которую они, может быть, еще не поняли, да, к чему она, любовь, но выражают ее вот такими вот прекрасными глазами, задумчивыми взглядами, и когда мы работаем с этими прекрасными детьми, действительно понимаем, что еще не все потеряно, и что у нас все будет хорошо, и ангелы всегда среди нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok